Слово к молитве в дни пандемии. Франц Тиссен. Мир вам, братья и сестры, мир всем, кто слушает Слово Божие. Будем читать Слово Божие Евангелие от Луки, 15 глава, с 1 стиха. Приближались к Нему, то есть к Иисусу, все мытари и грешники, слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. И, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйте со мною, и я нашел мою пропавшую овцу. Второй текст Матфея, 18, 11. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Аминь. Иисус говорит о себе. Он ищет заблудшую овечку. Иисус был первый миссионер. Не мы искали Бога, а Бог искал нас. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Мы читаем, Бог послал сына в мир, чтобы спасти мир через него. Братья и сестры, Бог рассчитывает и на нас. Деяние апостола в 1.8. Иисус сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Иерусалиме, и во всей Идеи, Самаре, и даже до края земли. То есть, вы мне свидетели, Иисус сказал. Апостол Павел послал верующим в Ефесе, 5.1. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Мой вопрос всем и себе лично пред Богом. Мы хотим видеть кающиеся души, идущие к Богу. Бог это знает? Когда мы ему об этом говорили? Когда последний раз мы плакали пред Богом за погибающий мир? Ищем ли мы тех, кто отбился от стада, ушел, сбился с пути, отступил от Бога, блуждает в мире греха, погибает в болоте греха? Послушайте, Иисус приглашает нас пойти с Ним, с Его силой, с Его любовью к потерянным и заблудшим. Это, к сожалению, не всем понятно. И не все это делают. Но вопрос, почему? Фарисеи и книжники даже роптали за это на Иисуса, а они обвиняли Его в этом. Ответ Иисуса на их обвинение был следующий. Он привел три притчи о потерянной овечке, о потерянной драхме и о потерянном сыне. Иисус как бы говорит фарисеям, послушайте, вы меня обвиняете в том, что я принимаю грешников. То есть, те, кто отступил от Бога, вас смущает, что я даже сам хожу к ним, ищу их, общаюсь с ними, провожу много времени. Я привожу их через это к покаянию, спасая таким образом от погибели. Но ведь вы тоже так поступаете по отношению к тому, что вам дорого. И потом он говорит, как пример, вот кто из вас, имея сто овец, и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшей. То есть, вы же пойдете, потому что вам дорога та овечка. Есть о чем подумать и о чем помолиться. Почему Бог послал Сына в мир? Мы читаем, так возлюбил Бог мир. Это степень Его любви, это выражение Его любви. Он любил. Когда верующий человек не ищет потерянных, не свидетельствует, не молится от сердца за погибающий мир. Что это? Это кризис Духа? Тогда нету силы. Это потеря любви. Давайте честно ответим, что для нас дорого. У одних людей курица пропала. Они искали ее всей семьей целый день, пока не нашли. Но зайти к потерянному для Бога соседу некогда. Нет времени. Некоторые говорят, нет дара. Другие говорят, я не учился на это. Хочу процитировать слова одного брата, в сердце которого я вижу эту страсть, этот огонь, эту жажду спасать людей. Послушайте. Каким образом первое поколение верующих в Иисуса Христа достигли почти весь известный им мир? В чем была их преодолевающая все препятствия сила в их измененной жизни? Вы будете мне свидетелями, сказал им Иисус Христос. И они ими стали. Словом, делом, жизнью и даже смертью своею. Для достижения нашего поколения Евангелем Христовым нам нужна не смена миссионерской парадигмы, не новые программы, не новые методы, не новое виденье, а измененная жизнь свидетелей Христовых. Предлагаю, братья и сестры, об этом сегодня Богу помолиться. Помолимся о том, чтобы нам быть водимыми, послушными Духу Святому. Помолимся, чтобы любить людей. Любовь великая свершает. Помолимся о том, чтобы нам всегда желать видеть идущих к Богу людей в покаянии. Время молитвы. 21.00 22.00